Всем привет! С вами снова Никита, магазин Мир Автокресел, и сегодня у нас на обзоре еще один велосипед от израильской компании DUNA, модель LikeTrike S3. Как вы помните, S1 модификация у нас была на обзоре недавно. В S3, ну, по сути, это тот же самый S1, но некоторые аксессуары здесь уже идут комплектно. Давайте сразу расскажу, какие. В комплекте с S3 будут стрепы на педалях. Для чего они нужны? Для того, чтобы ноги вашего ребенка, сами ступни, были хорошо на педалях зафиксированы. Это очень хорошо помогает, но пока ребенок маленький, может быть, еще не так актуально будет. Когда будет сам крутить, чтобы ноги с педалей не слетали, штука такая достаточно полезная. И также комплектно здесь идет, как вы видите, вот еще сумка. Сумка для игрушек в первую очередь, для того, чтобы вы могли всякие совочки, лопатки, машинки и прочую всю историю убрать вот сюда внутрь. Итак, давайте перейдем с вами непосредственно к функционалу. С S1 здесь очень много общего. Велосипед рассчитан будет с 10 месяцев до где-то 3 лет. Соответственно, ну, по весу килограмм до 15-17 плюс-минус. Если смотреть, кстати, по весу самого велосипеда, весит он достаточно мало, 6,1 килограмма. И очень круто, компактно складывается. Но это мы с вами тоже в процессе увидим. Итак, давайте, наконец-то, перейдем к функционалу. Вот в том состоянии, в котором вы видите его сейчас, он предназначен для детей с 10 месяцев как раз. То есть у нас с вами заблокирован руль. Ребенок может за него только держаться. У нас с вами педали переставлены в статичное положение. Они не на самом колесе находятся. Ну, капор здесь же, да. Ручка, соответственно, вот для управления. Ручка, кстати, телескопическая. Достаточно высоко выдвигается. Это, слушайте, ну, порядка 95-93, насколько я помню, сантиметров по высоте. То есть, в принципе, вот мужчины там 1,85 метра вполне спокойно с ним управляются. Это что касается для совсем маленьких. По мере того, как ребенок будет подрастать, что вы можете сделать? Вы можете убрать вот этот вот защитный бампер. Он достаточно легко убирается. Здесь в основании есть две кнопки. Убрали слева. Убрали, соответственно. Сейчас убрали справа. Все, бампер вы убираете. Собственно, и велосипед становится уже такой для детей постарше. Но, как вы видите, у нас руль сейчас не заблокирован. То есть, вот я им спокойно кручу, колесо остается статичным. Это полезно в том случае, чтобы ребенок у вас мог такую, чтобы была иллюзия того, что он сам может рулить. Что он сам управляет процессом. И, опять-таки, продолжаете рулить по-прежнему вы. Когда постарше уже становится, когда понимает, как всей этой историей нужно пользоваться, вы можете педали переставить вниз. Вы можете сделать это и пораньше, в принципе, пока все будет заблокировано. Ребенок не сможет их крутить. Собственно, все равно, в любом случае, управлять им будете вы. Каким образом это выглядит? Соответственно, вот у нас с вами стоят педали. Мы с вами здесь переставляем фиксатор. Вот он. Сейчас я вам покажу его. Сейчас надо велосипед развернуть. Вот с этой стороны находится фиксатор. Видите, красненький на колесе. Вы его переставляете в верхнее положение, и педали крутятся свободно. То есть, ребенок может рулить рулем, может крутить педалями, но при этом процессом, видите, я за ручку поворачиваю процессом, все равно продолжаете управлять вы. Когда ребенок становится постарше и понимает уже, как весь этот процесс работает, вы возвращаете фиксатор в исходное положение. То есть, педалями уже будет, колесо уже будет крутить сам ребенок. Соответственно, переставляете фиксатор руля, выставляете его прямо, переставляете. Видите, все, соответственно, да. В этот момент, когда ребенок уже понимает, как нужно ездить, вы можете убрать ручку. К сожалению, вместе с ручкой уберется и сумка. Снимаем ручку. И вот, соответственно, и все, ребенок уже сам может управлять процессом. По мере необходимости можете также убрать капор. Он легко снимается. У вас остается просто спинка. Также вы можете убрать спинку. Но по мере того, как вы будете снимать капор и прочее, по мере того, как ребенок будет расти, вы также можете снять и внутренние ремни. Потому что в какой-то момент они уже будут не нужны. Ребенок уже будет сам залезать на велосипед, сам с него спускаться. Это дополнительная безопасность, вам уже не потребуется. Ремни тоже снимаются достаточно просто. Сейчас мы с вами это сделаем. Вот, собственно, здесь есть фиксаторы. С помощью отвертки можно легко снять. Вот, собственно, что у нас с вами получилось. Получается, внутренних ремней нет, бортика уже нет. Все, ребенок сам рулит процессом. Также вы можете снять вот эту большую спинку, которая, кстати, может по углу наклона регулироваться. Вы можете поменять ее на маленький бортик. Это уже для совсем постарше детей. Сейчас я вам это тоже продемонстрирую. Ну и, как видите, для совсем уже ребенка постарше получается вот такая вот история с аккуратненьким бортиком. Собственно, прекрасный вариант, компактный, легкий. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть в эксплуатации. Соберем все это обратно уже и поставим его на пол. Готово. Велосипед мы с вами собрали. Давайте теперь уже посмотрим, как он будет складываться и как он в целом в эксплуатации. Давайте посмотрим, что он из себя представляет в эксплуатации. Ручка достаточно удобно регулируется по высоте. Собственно, вот вы можете ее отрегулировать, как для старших братьев и сестер, так сделать и повыше немного. И вот самое верхнее положение, вот оно. Ручка достаточно высокая, она повыше будет, чем у велосипеда Питуса, который был у нас на обзоре. Соответственно, перещелкиваем колесо. Достаточно комфортное управление. Все очень просто, легко, маневренно. Давайте попробуем его сложить, как он будет складываться. Убираете капор, чтобы он вам не мешал. Откидываете бампер. Фиксатор находится по центру руля. Складываете сам руль. Вот с этой стороны, видите, есть хвостик. Его нужно оттянуть, нажать кнопку. Складываются ручки. Дальше нужно снять ручку, которой вы управляете велосипедом. После нужно сделать что? Берете за кнопки. Они находятся вот здесь, по центру. Вот они, они слева и справа. Нажимаете одновременно. Берете за, соответственно, ремешок, который находится сзади. И тянете за ремешок, начинаете поднимать велосипед наверх. Дальше вы складываете капор и убираете спинку вниз. И получается вот такая компактная, достаточно легкая, складная история. Все, что я хотел вам показать и рассказать про этот велосипед, я вам показал и рассказал. Соответственно, данный велосипед вы можете найти и приобрести по ссылке в описании. Желаю вам сделать правильный выбор. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.